МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все чаще и громче одно за другим стали появляться ужасающие сообщения о добровольном уходе из жизни детей и подростков. Дети не знают, что из любой ситуации есть выход. Иногда его трудно найти, так как путь к нему долгий и непростой. Путеводитель по закоулкам души у каждого свой. Многие и в зрелом возрасте теряются в дебрях своих чувств. Что же говорить о ребенке? Кто же манипулирует юношеским сознанием и как уберечь наших детей от смертельного шага? Сегодня вместе с гостями студии мы постараемся ответить на эти вопросы. Я рада вас приветствовать, уважаемые гости, в нашем ток-шоу «Открытая студия». Действительно, сегодня мы с вами поговорим на такую серьезную и актуальную проблему, как суицид среди детей. Как вы знаете, что это одна из главных проблем сейчас в современном мире. И сегодня, конечно, важно поговорить также о психологической безопасности наших детей, так как вы сами понимаете, что за последнее время число суицида увеличилось среди детей и подростков. И я считаю, что нельзя замалчивать об этой проблеме и нужно в ней разбираться. Здесь в основном находятся члены Совета деловых женщин. Мы знаем, что вы работаете постоянно, систематически над этой темой, проводите различные мероприятия. Хотелось бы, чтобы вы тоже рассказали, поделились о своих результатах работы. Но вначале вот такой вопрос общий. Как вы считаете, все-таки в чем, на ваш взгляд, основные причины суицида среди подростков и детей? Сегодня мы услышим взгляд со стороны, то есть мнение общества. Мохаммед, давайте с вас начнем. Ну, согласно статистике по СНГ, смертность именно суицидальная, 56% составляет именно семейная трагедия. Это развод между родителями, да? То есть, второе, недопонимание родителей с ребенком. Это основная часть составляет. Соответственно, есть такое понятие буллинг. Вот, это травля в школе. И такую, знаете, люди влюбляются, да? Молодежь, особенно именно та категория вот с 11 до 14 лет, они очень уязвимы в тот момент, когда они влюблены. И в это время, чтобы какую-то определенную доказать, вот, свою любовь или непонимание со стороны любимого человека, они идут на крайние меры. Это основные, вот, у нас, получается, три части. Ну, я как медиатор профессиональный, мы сталкиваемся именно с семейными проблемами, когда люди разводятся. И дети, именно дети, больше всего страдают в этой части. И действительно, чтобы родители обратили на проблемы, они начинают на крайние меры идти. Вот, в связи с чем, хотелось бы, конечно, чтобы люди взрослые же мы все понимали, что наши дети, наше чадо, они очень чувствительны к ссорам между родителями. Они чувствительны очень к изменениям обстановки в целом в доме, да, либо когда отец перестает, грубо говоря, обращать внимание и уходит к другой женщине, при этом мама срывается уже на детях, да, а может быть и по-другому. Сейчас уже практика показывает и другие вещи, то есть наоборот уже происходит. Вот, ну, это практика. Благополучность семьи тоже бывает? Ну, конечно. Основной родители, думаю, материальные стороны они выполняют, а вот моральная сторона хромает у многих. Родители заняты работой, своими проблемами, своими делами. И здесь ребенок остается один на один со своим планшетом, со своим телефоном. И здесь большинство влияния идет от телефона, думаю. Многие родители не контролируют, чем занят ребенок в течение дня. То есть вы считаете, что на психику ребенка пагубно влияют компьютерные игры? Это однозначно, да. Новые вот эти технологии. Новые технологии, да. Потому что мамы многие заняты вот бытовыми проблемами и многие мало уделяют. И здесь ребенок свое интересы найдет в этих планшетах, компьютерах, играх. Я хотел бы допомнить к этому. Сейчас существует очень много сообществ в ВКонтакте, в Инстаграм. Есть такие группы, как... Ну, до сих пор они существуют. Синяки, да. Есть группы, которые занимаются именно планомерным втягиванием именно молодых детей, чтобы они в последующем потихонечку уже входили в это сообщество. Каким образом? Они просят показать руку. Они снимают и отправляют. В последующем говорят, а ты можешь себе иголочкой проткнуть, чтобы кровь вышла? То есть ребенок уже потихонечку уже входит, выполняет вот эти, может, указания. Потому что НЛП есть такое понятие, да. Ребенок, как и любой человек, в принципе, да, находясь в том состоянии, да, в котором сейчас он может быть, это может быть семейная драма какая-то, да. И когда нету понимания, он уходит в интернет. И в это время подхватывают именно эти люди. Также происходит и религиозное, из-за отсутствия религиозного знания молодые люди уходят в деструктивные течения. В последующем уже идут на такие серьезные шаги, как убийство, там, пятые, десятые, да. Ну, сейчас дело не об этом. Но я сейчас рекомендую всем родителям просматривать телефоны. Обязательно, прям ежедневно проверяйте переписки. До 18 лет вы имеете полное право это делать, потому что они на вашем обеспечении. Вот, вне зависимости от ситуации, будет обижаться, не будет, разницы нет. Но основная задача, то есть, видеть ребенок, чем занимается. А самое лучшее, конечно, отдать на спорт, чтобы у него не было вообще времени. Свободного времени. Вообще свободного времени. Сейчас как раз наступили каникулы, дети дома, и нужно обратить, да, еще больше внимания на своих чат. Скажите, пожалуйста, вот, как вы оцениваете психологическое состояние сейчас нынешних подростков и детей? Одно из направлений вашей работы – это малоимущие, семьи. И вот часто вы встречаетесь именно с родителями таких детей, с самими детьми. Вот, замечали ли, может быть, тоже какие-то, может, факторы, да, способствующие к суициду среди детей? Да, наш образовательный центр «Рост» имеет одно из направлений. Мы выиграли грант и работаем с социально уязвимыми слоями населения. Но социально уязвимые слои населения не означают, что семейная атмосфера у них там оставляет желать лучшего, или она там нестабильна. Зачастую, наоборот, это очень достаточно гармоничная атмосфера в семье. Но, как вы правильно заметили, мы очень много работаем с молодежью. И, естественно, мы замечаем и стараемся вести и профилактику тоже. Это не только профилактические беседы, это, может быть, и мастер-классы и прочее. Потому что одно из направлений, как вот коллега упомянул, это буллинг в школе. Мы работаем в основном с подростками. Это подростки как раз особо уязвимый возраст – от 11 до 14 до 15 лет. И по статистике в Казахстане каждый пятый школьник подвергается буллингу. То есть травли со стороны своих же сверстников, ну или же старшеклассников. И понятно, что дети не всегда могут принести и рассказать эту новость, если можно так сказать, своим родителям. Поэтому, когда мы очень тесно работаем, допустим, по программе Аксесс, мы работаем два года, встречаемся с ними. Ну, сейчас в онлайн-формате, понятно, а вообще встречаемся чаще всего оффлайн. Мы замечаем, что если ребенок подавлен, если ребенок не открыт, если он не идет на контакт, если вот какое-то время назад он был очень, допустим, дружелюбным, общительным, то сейчас он теряет свои такие качества, то понятно, что есть смысл задуматься над тем, что с ним происходит. И тогда мы вызываем его на разговор или приглашаем психолога, таким образом выявляем проблему в школе. И чаще всего это оказывается буллинг. То есть подростки жалуются на эти проблемы? Да, но опять-таки буллинг мы знаем, но я не могу сказать, что все дети, подвергающиеся буллингу, задумываются о суициде. Но основная часть, скажем так, все равно их посещает такие мысли. И в разговоре с нами они тоже говорят об этом, рассказывают, допустим, о своих друзьях, не обязательно о себе. Поэтому суицидальное настроение детей, которые подвергаются буллингу в школе, это достаточно распространенное явление в школах. Не только города Уральска или в поселках. Мы, по-моему, знаем достаточно много примеров. И мне кажется, сейчас в обществе должна сложиться такая атмосфера, но нестерпимая к тому, чтобы вот эту проблему того же буллинга поднимать в школах и озвучивать ее, и бороться с ней. Потому что это одна из, скажем так, составляющих, которые ведет к суицидальным настроениям. А как вы считаете, каким образом можно бороться с этой проблемой? Ну, есть уже разработанные механизмы. Чаще всего это, конечно, профилактика. Это создание какой-то в школе достаточно такой прозрачной, доброжелательной атмосферы. Это объединение школьных учителей, родителей и самих подростков. Это нетерпимое, нулевое отношение к самой проблеме буллинга. Это доверительное отношение между родителями, школьниками и теми же учителями, когда, допустим, дети не боятся сказать о травле. Потому что если эта проблема уходит глубоко вовнутрь, заманчивается, если подросток боится ее озвучить, значит, что-то не так в семье, в классе, в школе. И если ребенок сам противостоит, это здорово. А если у него не хватает сил, он должен обращаться за помощью к взрослым. Больше никак. Там есть, конечно, много других механизмов, когда приглашаются профессиональные психологи, когда проводят различные опросы. Там много разных механизмов, направлений, фишек. То есть это достаточно такая объемная работа. Но на самом деле там, где в семье есть доверительные отношения, в классе доброжелательная атмосфера, а между учителем и учеником достаточно, ну, скажем так, партнерские отношения, а не дистанционные. Там я учитель, а ты всего лишь ученик. Вот в такой ситуации, в таких коллективах, командах обычно тема буллинга, она сводится на нет. Спасибо. Давайте предоставим слово теперь вам, Бутагос. Как многодетной маме, сколько у вас детей в семье? У меня 4 детей. Самому старшему сколько? Младшему 2 годика. Вот как я многодетная мама, получается, да, но стараюсь все равно успеть везде, получается, как я предприниматель, являюсь членом СДЖ. Тоже охота просто помочь людям, родителям. Сейчас, получается, у многих проблемы, но финансово, по-любому это, да, это везде так. Вот вы говорите насчет буллинга. Это, получается, те, у которых ниже финансовое положение, получается, в основном, то они, их, другие дети, получается, их давят. Ну, такое бывает у нас, такой мир у нас. Но вот я, как получается, со своей командой, мы, получается, даже, мы стараемся помочь многодетным родителям, семьям, у которых вот бывает проблема с детьми, также со здоровьем проблем бывает, вот, получается, чтобы избежать, я даже не знаю, это избежать, наверное, нельзя, этого суицида, да, но детям, как вы говорите, нужно обращать внимание на них, да, отдавать на всякие секции, но это, получается, в основном надо делать вообще работу с родителями тоже, потому что все зависит от родителей. Как, если родители не обращают внимания на своих детей, то, конечно, они будут плыть по течению и будут предоставлены сами себе. И из-за этого все вытекает, это все друг за другом. Поэтому лучше, конечно, надо стараться вообще проводить беседы именно с родителями. Вот у кого там бывают проблемы, может, это не видно, но в будущем, надеюсь, что у нас потихонечку пойдет так, что вот на СДЖ наша команда начнет помогать, как психологи, получается, ну, это, получается, психологи нужны. Надеюсь, наша команда как постараемся, да, вот как это сказать. А вот на собственном примере, да, на собственном, на собственном примере, вот как у меня... Вот, Агос, вы воспитываете четырех детей, вот как вам удается, да, уделять внимание своим детям при таком плотном графике работы? Да, да, при таком плотном графике. Делятся ли ваши дети своим сокровенным, что их гложет, может быть, что у них на душе? Ну, я как считаю, что я стараюсь уделять внимание своим детям, каждому понемногу. Они все у меня ходят на кружки, также вот на спортивной секции. У меня, конечно, помощь хорошая от родителей идет, и от своего мужа. Да, вот это вот самое главное. И то, что у нас получается все это как-то генерировать, я сама собой занимаюсь, я тоже хожу к психологам. Многие стесняются слова психолог, это думать, что это как-то не то, но я думаю, что это нечего здесь стесняться, ничего здесь нужно заниматься своим внутренним состоянием. Я так думаю. И поэтому, да, вот, и надо реализовывать досуг ребенка и разговаривать с ним. Я стараюсь вечерами с ними, ну, как, мы смотрим фильмы, разговариваем, гуляем. То есть ограничиваете время провождения в социальных сетях. Да, 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 стараемся. Контролируете тоже их? Ну, я как контролирую, я беру телефон и смотрю. Я стараюсь потихонечку разговаривать, потому что если делать это как-то грубо, ненавязчиво, тогда просто ребенок может закрыться, если это делать, прям грубо проверять их нет. Это получается, я хожу их личное пространство, да, это тоже нельзя делать. Это как-то нужно так, я даже не знаю, как это получается, но это нужно... Самое главное, если вам доверяют. Да, они мне доверяют. Получается, они со мной делятся, конечно, бывают там. Некоторые моменты бывают, конечно, какие-то, но мы стараемся с мужем это все как... Сгладить. Сгладить, да. Спасибо. Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев подростки решались на самоубийство только из-за того, что им не хватало внимания со стороны родителей, близких, педагогов, и они выражали таким образом протест. И как вы обратили внимание, решаются на такой шаг в основном замкнутые подростки, одинокие, которые, как еще раз повторяюсь, хотят привлечь внимание. Они чувствуют себя ненужными. Они постоянно находятся в стрессовом состоянии. И вот вы правильно сказали, что детей нужно побольше занимать, отдавать их всякие кружки, спортивные секции, чтобы у ребенка не было даже времени подумать о таких страшных вещах. Дополнить хотел бы. Есть такая наука конфликтология. Когда я учился именно на профессионального медиатора, есть такое понятие конфликт. То есть даже в том окружении, где мы находимся, даже это будет семья, друзья, это может быть, я не знаю, какой-то круг, или мы на рыбалке с друзьями, мы рыбаки. То есть разные интересы. И если ребенку объяснить, что конфликт – это нормальное явление, то есть мне не понравилось, как вы на меня посмотрели, например. А на улице это воспринимается, у нас, как, знаете, большому сожалению, вот в Европе, в Америке, это с психологами уже вот эти острые углы отработаны. У каждого третьего есть. Это уже давно, да, давно. Но у нас, к большому сожалению, именно на постсоветском пространстве осталось вот это понятие «мы всегда грубые». Почему? Потому что мы застали 90-е, да, сложные 90-е. Вот здесь сидят все взрослые люди, в принципе. И вот воровские понятия, эти старые, ненужные абсолютно. Вот в результате вот эта грубость вся. Что в школе? А там кто-то наябичнил. Наябичнил, значит, этот, знаешь, вот такие есть понятия, как терпила, да. То есть мы должны сейчас современному, если с детьми работать, то есть мы должны объяснять, что конфликт – это естественное, вот знаете, это как вот дышишь, как кушаешь. Везде конфликт, поверьте мне. Мама положила тебе кашу уже теплой, а ты хочешь горячую, правильно? Это уже конфликт. Что-то не поделили, конфликт. Если ребенка сейчас уже, да, в таком возрасте учить, что это нормальное явление, ты можешь с кем-то не поделиться. У нас, например, все дети, они все, как вот мое все, да? Я. Свою я. Да, свою я. Вот постепенно, если с ребенком, с каждым ребенком работать, да, ну, каждый родитель, конечно, это должен быть психолог, по идее. Но каждый родитель – это сам ребенок, он. Понимаете, мы должны это все признать. И когда мы хотим видеть в них лучшее, мы своим эго закрываем то, как они цветут, понимаете? Надо дать слово, конечно, Бибинур, который в этой части уже давно работает. Мы знаем, что вашим детям некогда скучать, все они заняты спортом. Вы сама тоже являетесь, Бибинур, директором Центра подготовки Олимпийских игр. И, наверное, вот таких плохих мыслей вообще не посещает ваших воспитанников, чемпионов. Нет, вообще я сама сижу, да, аж слушаю. Конечно, это тяжелая тема. Но, тем не менее, она есть. Есть у нас в стране. Поэтому, как бы, ну, со своей стороны, я хотела бы сказать, конечно, и дополнить, и сказать, да, действительно, что родители должны в первую очередь беседовать со своими детьми на все темы. Будь то девочка, мальчик. Мы должны знать, в чем заполнен внутренний мир нашего ребенка. Поэтому, как бы, это, наверное, самая такая тема, что ребенок и родители, это вообще должно быть, ну, как-то сплоченное такое. Ну, что родитель должен даже осознавать, что и знать должен, понимать должен внутренне, что он куда-то сейчас вышел, что он хочет сделать. Мы должны это ощущать. Ну, и, конечно же, спортом заниматься. Ну, да, спорт, он вообще сам по себе, он укрепляет характер ребенка. Он помогает ребенку утвердить себя как личность во всех качествах. Потому что, ну, в спорте занимается же ведь все категории детей там, и малоимущие, и немалоимущие. И вот в этой сфере, когда ребенок умеет владеть собой, он не хочет себя показать там ущемленным. Он будет показывать, что у него не хуже, чем у тебя. У меня тоже это есть. И в этом, как бы, он укрепляется. Именно не в школе, именно в спорте, в спортивном зале. Он укрепляет свой дух. Поэтому и тренера у нас тоже, как бы, должны быть такими. Тренер должен показать себя, что он лидер. И тот ребенок, который любит и уважает своего тренера, он на него смотрит, как на лидера. Он будет, то есть тренер должен быть примером для всех, для каждого своего ученика. Он должен показать со своей стороны, что, ну, через какие трудности можно пройти, через какие трудности нельзя пройти. Куда ты вообще не должен там идти. То есть, как бы, например, спортсмен, воспитанник, он не все может сказать своим родителям, а тренеру он может всегда поделиться. И тренер этот момент всегда может понять. Потому что тренер, он психолог. На сегодняшний день тренер, он и родитель, тренер, он и тренер, тренер, он и психолог. Он, когда в строю видит детей, слышит ихний разговор. Он остается наедине. Он поговорит. Он донесет родителю так, чтобы не узнал его ребенок. Он донесет родителю проблему вашего ребенка. Поэтому, как бы, сейчас, в наше время, надо отдавать спорту, чтобы он... У него было мало времени вот до этих гаджетов, да? Потому что ребенок, идя на тренировки, он знает, что впереди у него соревнования. Потому что в любом спортивном зале говорится, что впереди у нас соревнования, нам надо выиграть, мы поедем, да. И ребенок уже там... Тренер говорит же, ты должен дома помогать, ты должен учиться хорошо, потому что, если этого всего не будет, ты не поедешь завтра на соревнования. И ребенок уже знает, что ему надо после тренировок быстро бежать домой, сделать уроки, помочь родителям, чтобы ему куда-то выехать и участвовать на соревнованиях. А когда он получит эту грамоту на соревнованиях, это же... Это и для тренера, как бы, его качество работы он видит, да? А для ребенка и для родителей это вообще же там... Ребенок получил грамоту. Поэтому, да, на сегодняшний день у нас много очень кружков, кружков платных, бесплатных. Надо отдавать детей, надо спрашивать детей, надо беседовать с детьми, чем ты занимаешься, какая у тебя проблема в школе, давай поговорим, а что в спортзале, а что сегодня было, а кто что сказал. Мы должны... Иногда мы с детьми, при разговоре с детьми, мы должны быть сами детьми, вот по-детски с ними рассуждать, по-детски мыслить. А когда уже ребенок отошел-ушел, мы должны сами осознать, подумать, как я могу своему... Ну, если есть такова проблема, как я могу помочь своему ребенку. И если вы не можете помочь, вы не оставляйте это и не говорите, ой, это само как-то решится. Это не решится. Это вот тот момент, когда надо пойти к психологу, надо пойти к тренеру, надо пойти к учителю. В общеобразовательных школах везде есть психологи. Надо посоветоваться, надо спросить, надо найти направление, чтобы остановить это. Это самое главное. Мы должны быть на одной волне со своими детьми. Это очень важно. Спасибо. Оксана, вот в последнее время ведется активная борьба с публикациями на тему самоубийств в интернете. Насколько вообще она эффективна? Вот некоторые говорят, что не нужно на этом заострять внимание, писать какие-либо статьи, потому что этим самым мы можем подтолкнуть подростков, детей к этому шагу. Я считаю, что все-таки это неправильно. Такое замалчивание может оказаться вредным. Но а ваше мнение? Какое? Говорить можно по-разному. Главное, что говорить, о чем писать. Если мы подробно будем рассказывать, кто как себя попытался уничтожить, это однозначно говорить нельзя. Потому что для тех людей, не только для детей, но для любого человека, находящегося в так называемом пограничном состоянии, когда он не знает, как выйти из сложной ситуации, услышав где-то, что кто-то что-то там прыгнул, выпрыгнул и еще что-то с собой сотворил, он может воспринять как призыв к действию. Вот он, выход. Именно поэтому нельзя публиковать в подробностях о конкретных случаях. Но говорить об этой проблеме, конечно же, нужно. Потому что только кто защищен, кто вооружен. Вооружены должны быть какими-то знаниями. Вот сейчас я слышу о том, что неблагополучные, неблаголучные семьи. Дело в том, что и в обычных семьях, где хорошие отношения между родителями и детьми, тоже бывают такие случаи. Подростки очень ранимы. И что может подтолкнуть к такому шагу, вы можете даже не догадываться. Ни родители, ни школа. Но поведение детей, как говорят психологи, просто надо быть внимательным. Классные руководители могут заметить, мама может не заметить, а классный руководитель может заметить. Или кто-то, даже сосед. Ребенок был постоянно... Что должно насторожить? смена настроения. Вот ребенок обычно спокойный, и вдруг он начинает активность какую-то, со всеми общаться, с соседями, со всеми, с которыми он раньше не общался. Возможно, этот ребенок принял решение. Почему? Потому что он прощается. Есть такой фактор, со слов психологов, он начинает прощаться. То есть он должен поговорить с каждым, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Он начинает раздавать игрушки, вещи свои, самые любимые вещи отдает. Вот на это нужно обращать внимание. И это может произойти в любой семье. Может быть, он что-то там начитался, какая-то там философская идея ему пришла в голову. Если же ребенок, наоборот, веселый, активный и вдруг стал грустным, это, конечно, проще заметить. То есть ушел в себя? Ушел в себя, поменял одежду, любил яркие какие-то вещи, вдруг начал ходить темные. Это все факторы, на которые стоит обратить внимание. И, конечно, главное здесь, чтобы ребенок был занят. То есть, если он занят, ему некогда об этом думать. И вот над этой темой как раз работает Совет деловых женщин и одно из направлений Совета деловых женщин проект «От парты до зарплаты». Здесь, конечно, у нас не основная тема профилактика, в целом, просто занятость детей, трудоустройство детей. От парты до зарплаты проект предполагает, что деток из многодетных семей берут под патронат, уже взяли под патронат наши женщины-предпринимательницы и узнают сначала обстановку в семье, узнали, какие у них способности у детей, трудоустраивают сейчас на лето. Может быть, кто-то дополнит еще меня, кто трудоустраивает детей. Вот в этом плане, да, дети, конечно, должны быть заняты. Если у ребенка весь день занят, ему некогда заниматься увлечениями в интернете какими-то группами, ему некогда общаться не с теми ребятами, которые могут из шутя подвести. Шутя могут подвести к каким-то крайним последствиям. Даже дети не предполагают, чем это может закончиться. Но если ребенок занят, то сегодня у него спорт, завтра ему надо пойти помочь маме, на дачу надо съездить, и ему некогда отвлекаться ни туда, ни сюда. В общем, совет делок женщины пытаются обратить на это проблему внимания на занятость детей. И, собственно, у нас каждый член совета посильно в этом участвует. Я думаю, девушки добавят еще. Мое мнение такое, что дети должны быть заняты. Мы работаем со школьниками именно по питанию, по школьным столовам. Вообще сейчас все арендаторы школьных столовых являются членами совета деловых женщин. И многие, находясь в столовой, и также наши сотрудники. Дети приходят кушать, мы видим, какое у них настроение, и стараемся с ними тоже как-то общаться по возможности. Есть такие дети, которые стесняются, им государство выделяет средства. Есть открытые дети, есть чем-то закрытые, стеснительные. Мы стараемся объяснить, что государство вам дает, в этом нет никакого стыда, чтобы не было у них такого, что они чего-то стеснялись. Это комплексы, чтобы все это. Потом какие-то, чтобы они были заняты, понимаете, вот сейчас тоже в лагеря куда-то, родители не могут где-то отправить, мы тоже с этим помогаем, оплачиваем им путевки, чтобы они ехали, чтобы они были заняты, чтобы они были с коллективом. Школьных, прескольные лагеря, потом какие-то кружки, тоже питание, как вот здесь уже сказали, что одному горячее, другому холодное, и родители сами начинают иногда нагнетать на детей, что это не так, и считаю, что учителя, конечно, они тоже имеют большую роль, все работники школ играют большую роль в воспитании детей, потому что учитель должен быть с призванием, так же, как по нашей специальности повар, поэтому, если они относятся к детям с любовью и пониманием, то дети будут относиться взаимностью так же, и поэтому, чем больше они заняты, тем меньше у них будет плохих мыслей. В рамках фонда «Арман Урал», благотворительного фонда, мы сейчас стараемся привлекать молодежь, вот, и вот недавно у меня был разговор с одним из моих волонтеров, у нее тоже трудная жизненная ситуация, где-то недопонимание, он говорит, мне как быть? Я говорю, давай вот так сделаем, мы чем занимаемся, мы помогаем одиноким матерям, продуктами, это, я говорю, а если мы будем вести себя вот так, как ты сейчас себя ведешь, как они будут уже, как им в сложной ситуации себя вести? Я говорю, мы должны быть сильными, добро, которое мы несем, оно должно ощущаться, а когда, если мы будем приходить со своими проблемами и еще грузить, грубо говоря, я говорю, ну, как это будет? Он говорит, это будет плохо, я говорю, давай вот так будем делать, давай своей силой покажем, что мы можем все, а остальное все чепуха, это все временно, любая ситуация, которая сейчас произошла с тобой, это все временно, и чем больше ты делаешь добра, тем больше у тебя, ну, сейчас мы вот бегаем, занимаемся, вот даже элементарно сегодня съездили в детский дом, завезли мороженого, Нуржанар нам, спасибо Нуржанару, они нам помогли с лимонадами, вы знаете, сколько у детей счастья в глазах? А ведь это просто мороженое и газировка. Если мы своим примером будем показывать, что мы можем делать добро, да, и ребенок, когда это все видит, и он понимает, вот там где-то зло есть, да, она потихонечку, она стирается, понимаете, именно поступками мы должны показывать, что именно силой добра мы должны вот это все вводить, вот эта грязь, понимаете, ребенок, он родился для того, чтобы быть счастливым, и мы должны соответственно оберегать каждого ребенка, да, может кто-то, например, строгий, ну, на то и мы родители, потому что мы должны корректировать где-то, я даже вот где-то, наверное, не согласен, например, к умену, с бутагоз, потому что я считаю, что, да, может, она как мама говорит, я говорю, как отец, то есть не проверять нельзя, понимаете, то, что ихнюю переписку, это, да, это очень, да, 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 я же говорю, вы делаете, как мама, я делаю, как отец. То есть вы отправите телефон и проверяете? Нет, нет, не так, у меня 8 часов, этот телефон лежит рядом, все наши телефоны лежат у меня, на столе, на рабочем столе, потому что уже время для того, чтобы поужинать, у нас время, семейное время это, мы смотрим телевизор, играем там в карты, я не знаю, ну, в общем, занято чем-то. Это обязательная часть, я вообще будущим, вообще всем родителям рекомендую, чтобы 8 часов все телефоны должны лежать у папы или у мамы, все, чтобы не было ночной переписки. Даже сон у них будет крепче. Это будет, мы даже как-то, тогда надо с семьей заниматься. Я думаю, вы разберетесь, потому что вы ячейка общества, вы растите, я почему говорю, у меня 3 парня, дома, одному 14, другому 11, друг, я в них хочу вырастить нормальных отцов, понимаете? Я не хочу, чтобы они чем-то шлялись, где-то, понимаешь, чем-то занимались. Для меня основная задача ребят сейчас воспитать, да, они будут чьи отцы, для меня это очень важно. и для этого вот процедура коррекции поведения детей, она необходима. Как бы мы не хотели, чтобы они были там открытыми, там, да, они будут открыты, они лидеры. Каждый ребенок, он внутри, он свое не отдаст. Но есть дети, которые, да, где-то задавили, в школе, да, буллинг, мы о том, что говорили. Здесь, конечно, нужна работа преподавателей, классного руководителя. Не только в школе, мы сейчас говорим о подростках, но в моей практике, я предпринимаю, у меня частные сады, даже с пеленок уже ребенок, уже зависим телефон. Мама утром приводит ребенка, с телефоном ребенок идет и уходит, они забирают, и у этого ребенка истерика, полчаса истерика. Есть такое. Да, вечером мама приходит, сразу ребенка одевает и дает телефон. Чтобы он замолчал. чтобы замолчал. Да, это самососно. Когда я маму спрашиваю, сегодня у вас ребенок очень возбужденный, да, я в два часа, я уснула, он до двух часов, ребенок три года лежит в телефоне. Да, и именно, и вот эти мультики, которые, они говорят, страшилище, бабушка Гренива, какие еще такие страшные есть мультики, они эти мультики смотрят, и у них психика уже, нарушена, уже в три года, ребенок с нарушенной психикой, и дальше, какое поколение идет к школу. До подростка они уже, я думаю, не дойдет. И это наша проблема. Проблема не только родителей, это общество. Дети, это наше будущее. Да. Будущий Казахстан процветал, мы должны начинать с горшка, воспитывать их. Родители сейчас им нет, не говорят о них. Есть такая программа, есть родительский контроль. Вы ограничиваете детей в просмотр именно таких ненужных программ. Я очень рекомендую самим родителям сперва ознакомиться. Себе поставить. Просто элементарно начать. Себе сами в телефонах всех. Сейчас надо изучить. Горшки сидят с телефонами в горшке. Надо изучить сперва саму технику, чтобы ограничить детей. Во-первых, есть такое... Можно отслеживать, где дети ходят. Это нужно каждому родителю. У них есть телефон, смартфон, у вас есть. Вы его можете прикрепить. Посидите. Это займет где-то час, пока разберетесь. Я вообще всем рекомендую нашим родителям. Здесь ничего нету зазорного. Вы должны знать, где он находится. Не дай бог, он пойдет сейчас на речку, там скажет, а ты что, плавать не умеешь? Нет, я умею. Смеяться. Вот это юношеский эсхемализм приведет к чему? К плохим процессам. Это необходимо. У нас, как говорится, время эфира ограничено. Конечно, мы сейчас не сможем за одну программу решить всех проблем. Но я надеюсь, что это не первая, не последняя встреча. Поэтому в заключение хотелось бы услышать еще раз ваши пожелания, ваши, может быть, советы, рекомендации родителям нашим, в первую очередь, которые смотрят сегодня наше ток-шоу. Если у вас такова проблема есть с ребенком, и вы ее не можете сами решить, идите в спортзал. Идите в спортивный зал и скажите тренеру. Тренер обязательно побеседует наедине, и он поймет, почему он поймет, и он сможет вытащить ребенка, потому что он занимается с категорией, с возрастом таких детей. Поэтому как бы, то есть тренера, преподаватели, они в курсе вот этого подросткового поколения, чем сейчас дети занимаются. И как родители, наверное, хотела бы как бы посоветовать, может быть, эти правила и есть, но вот у нас правила, мы всегда говорим, давайте обнимемся. Мы каждое утро с детьми обнимаемся, чтобы вот у нас, у нас супруг говорит, чакрами, давайте обнимемся, чтобы мы друг к другу прикоснулись. Потом, когда мы разговариваем, если там мне надо с дочками поговорить, с сыном поговорить, мы садимся за стол и стараемся смотреть с глазу на глаз, то есть друг к другу в глаза смотреть. И вот маленький сын у нас 7 лет, он встает, умывается, к нему подходит папа, он с ним не вот так разговаривает, и сын не вот так говорит папа, он садится на колени и тоже стоя, чтобы с глазу на глаз. Сынок, ты проснулся, как у тебя дела? Мы сейчас идем в школу, как у тебя настроение. Со школы то же самое, он заходит на обед, приходит, сын уже дома, он опять садится на колено, как в школе дела, что ты получил, что было, все у него спрашивают. То есть это одна из ваших психологических методик, которые вот эффективны. Да, да. И то же самое две старшие девочки, они, ну, есть моменты, которые они не могут папе сказать, если я это замечаю, я уже как бы останься, пойдем с тобой поговорим. Говори мне, я твоя мама, я все вынесу, я все это, я тебе помогу. И как бы вот эта тема, то есть я даю понять, что я за тебя, я тебя в обиду не дам, я все равно тебе помогу там, и мы с тобой вместе выйдем мы из этого. Ну, потому что сейчас подростки, у них у всех есть что-то, какие-то там, ну, ну, да, да, вот это вот, поэтому как бы мы должны быть вплотную именно родить. Мне кажется, Биби Голи абсолютно такую верную семейную практику озвучила, да, когда родители становятся на одном уровне с детьми, и дети им доверяют. И, наверное, ребенку, подростку особенно, очень важно в любой конфликтной ситуации видеть, что родители всегда на его стороне. Даже когда классный руководитель чем-то, я не знаю, недоволен, вызывает на разборки, любой родитель должен встать на сторону своего ребенка и уже потом дома разбираться, прав он или не прав. Потому что даже физически, если он становится на сторону, на физическое пространство там, учителя, или просто там словесно, психологически говорит, да, там, что ты там натворил, мы с тобой сейчас разберемся, вместе с учителем мы против тебя, это не срабатывает, вернее, это срабатывает с отрицательным знаком. И там, где есть доверительные отношения, там, где есть, да, там, где есть понимание того, что ты не один в этом мире, что на твоей стороне у тебя глубокий тыл, твоя семья крепкая, или есть хорошие друзья, или есть тренер, который тебя поймет с полуслова, есть центры, есть в конце концов программа Совета деловых женщин, да, от школьной парты до зарплаты, очень такое, ну, говорящие названия, да, где ребенка сопровождают, действительно сопровождают шаг за шагом до того, как он оформится на работу. Если бы много, если бы все общественные организации, если бы большие, я не знаю, компании международные брали хотя бы по, столько человек, сколько берет СДЖ и делает такие программы, я думаю, что проблема суицида, она не то, чтобы исчезла, она в принципе, наверное, не исчезнет, но, по крайней мере, количество суицидальных случаев уменьшалось бы, если бы, я не знаю, каждый взрослый задумался бы, в чем корни, в чем проблемы этого суицида подросткового и как его надо решать. Мне кажется, соучастие, не быть равнодушным к этой проблеме, и тогда общество, гражданское общество, по крайней мере, должно просыпаться, открывать глаза и принимать, ну, такое деятельное участие в этой проблеме. Универсальный способ, о котором всегда говорят в школе, просто любите своих детей. Все дети, в основном, любят рисовать, вообще, по идее. Рисунки много о чем говорят. Просто родителям советую смотреть, что ребенок рисует, какими красками он рисует, цветами. И это много чего говорит, это, да, это их, получается, каждый цвет означает что-то. Если у него какие-то проблемы, он может это все отобразить на листочке бумаги. И это будет, ну, легче, например, понять его психологическое состояние. Я благодарю вас за участие. На этом наша передача подходит к концу. Доверяйте ребенку, прощайте случайные шалости, будьте честными в требованиях, последовательными. Берегите своих детей. Это была передача «Открытая студия». До свидания и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова